Приветствую вас, мои драгоценные, на нарративном раскладе. Сегодня с вами посмотрим тему его мысли, чувства и действия. Окинула я взором свою прекрасную коллекцию карт Таро. Ну и обратила внимание, что давно что-то у меня не разговаривала чудесная колода по мотивам мультфильма Тима Бёртона «Кошмары перед Рождеством». А потом еще уловила, что в этом есть какой-то символизм, потому что вскоре один из самых светлых праздников для людей верующих. И даже если вы к этой конфессии не относитесь, в любом случае смысл этого праздника как будто бы наступление света, Рождество, Воскресенье, всего доброго, всего замечательного, всего животворящего на этой планете после какой-то темноты. Поэтому может быть есть какой-то смысл в том, чтобы именно к этой колоде сегодня обратиться. В любом случае колода такая очень ассоциативная, метафорическая. Ну я в ней, например, ничего зловещего не вижу. Напротив, мне кажется, если у вас зоркое сердце, то вы способны рассмотреть прекрасное во всем, что вас окружает. Если вы наполнены этой любовью и красотой. Я очень благодарю всех тех, кто находит возможность присылать донат и финансово поддерживает канал, потому что именно благодаря вам вот эта вся красота, которая появляется периодически в кадре, это и ваша заслуга в том числе. Я вас очень благодарю. Донат любого абсолютно размера можно отправить по реквизитам, которые указаны в описании под этим видео. Ну и еще для тех, кто в комментариях спрашивает о личных раскладах, также в описании можно найти мои координаты. Вконтакте или по почте, как вам удобно. Можете задать мне вопрос про расклад, я вам подробно все расскажу. Итак, ну что же, мысли, чувства, действия. Давайте для начала посмотрим, про кого сегодняшняя история, кто вы, в каких вы настроениях. Загаданный человек или человек, который пришел на расклад. И что между вами, как видится, вселенной сейчас. Ну, вы действительно чувствуете себя, знаете, человеком, который стоит на пороге какой-то глобальной перемены, да? Или ощущение, что наконец-то темная черная полоса заканчивается, и этот свет в конце туннеля наконец-то забрежет, да? Как будто бы появились какие-то идеи, как выходить из какой-то затруднительной ситуации, нащупали какое-то решение. Есть ощущение надежды, есть ощущение, что это не какая-то беспросветность, да? Все-таки есть что-то, что указывает вам путь выхода. И еще для кого-то, поскольку расклад общий, это может быть история про эксперименты с внешностью, да? Вдруг захотелось как-то резко изменить имидж, прическу, как-то пересмотреть свой гардероб, да? Как-то пожить немножко в другом стиле, да? Были какой-то такой нимфой, а потом вдруг решили уйти в такой хардкор. Ну, например, такие вот идеи. Ваш загаданный человек. Человек пытается собрать себя как будто бы, знаете, по кускам, да? Это как вот шить такое лоскутное одеяло, пытаться то, что в жизни не устраивает, либо чем-то замещать, либо чем-то компенсировать, либо чем-то сублимировать. Но при всем при этом все-таки шестерка игл, да? Это история про попытку уйти от прошлого и найти какие-то опоры для того, чтобы двигаться дальше. Человек, может быть, засиделся в каком-то болоте, сам от этого очень утомился, но вот сейчас пытается себе, метафорически выражаясь, пришить руки-ноги, да? Поставить голову на место и все-таки двигаться по траектории своих желаний, да? А не пытаться исполнять какие-то навязанные сценарии. Что между вами? Вы знаете, вы как будто бы одновременно и отгораживаетесь друг от друга, при этом чувствуете, как вот эта вот свеча вашего чувства и такой настроенности друг на друга, вот она оплавляется, сгорает, то есть как будто бы этот огонь в душе, огонь стремления друг к другу продолжает гореть, но при всем при этом вы чувствуете, что вы либо как будто бы теряете немножечко себя, потому что то, что между вами сейчас происходит, оно, ну, скорее, даже больше вызывает какого-то недоумения, неудовлетворения, может быть, такого ощущения, что вы где-то в чем-то себя предаете. Еще эта карта может указывать на то, что вы что-то недоговариваете, что-то друг от друга скрываете, может быть, делаете это во спасение в каком-то смысле, да, чтобы не раствориться, не потерять себя. Есть какая-то такая немножечко эмоция отгораживания, да, эмоция защиты. Ну, сейчас попробуем разобраться, да, с чем это может быть связано. Если вы узнаете себя в первоначальной сигнификации, давайте смотреть. Его мысли, чувства, действия. В вашу сторону, ну, в какое-то ближайшее время, обозримое будущее, месяц, например. Например, может быть, человек моложе вас или человек, с которым вас связывала когда-то работа и учеба. Причем в иерархии начальник подчиненный, да, кто-то кому-то приходился подчиненным. Итак, его мысли сейчас про вас. Слушайте, ну вот, опять же, да, может быть, у нас проигрывается этот сценарий, когда человек не свободен, да, на него выпадает карта императора. И то, что он о вас думает, это в каком-то смысле является угрозой его нынешнему статусу, его нынешнему положению, да, потому что очень много таких дьявольских, соблазняющих, искушающих мыслей. Да, очень хочется, например, в вашу сторону как-то проявиться, очень хочется что-то предпринять, очень хочется вам написать, позвонить, приехать, да. Но человек понимает, что имея определенный клад жизни, положение, вот некий плацдарм, который он на данный момент занимает, все то, что он сейчас на ваш счет думает, это разрушает ситуацию, да, это в каком-то смысле подрывает устой, разрывает шаблоны. В общем, такие мысли опасные, да, с одной стороны, человеку очень притягательно, очень соблазнительно о вас думать, да, мысли, скорее всего, такие эротические, может быть, какие-то из разряда 18+, но все это в какой-то момент может в действительности нанести большой ущерб и урон той жизни, которую он уже выстроил. Что он чувствует к вам на момент расклада? Что он к вам чувствует? Что испытывает? На самом деле вас эмоционально очень не хватает, потому что вы для него такой источник пополнения каких-то таких позитивных, животворящих эмоций, да. Вы для него такой вечный объект для фантазии и иллюзий, да. Очень много он посвящает, может быть, времени о том, чтобы фантазировать о вас, в том числе и как о сексуальном объекте, да. Все-таки здесь у нас эта дьявольская карта выпала. Но при всем при этом он понимает, что вот если быть честным с собой и честным с вами, то он видит в вас некий такой ресурс пополнения своих каких-то дефицитов, вот каких-то своих эмоциональных брешей. Может быть, у человека жизнь очень такая размеренная, выверенная, скучная даже в какие-то моменты, а вас он видит как человека такого гиперэмоционального человека, излучающего как раз какой-то оптимизм, какое-то жизнелюбие, да. И через вас вот он пытается в эту метаморфозу какую-то внутреннюю, душевную выйти. То есть, может быть, человек такой склонный к большей рассудочности, к большему прагматизму, все-таки на его сигнификацию здесь мечевые у нас энергии выходят, да. А вы для него это именно источник вот чувств, эмоций, какой-то душевной теплоты, эмпатии. Ну и ему очень не хватает вас, конечно, он это чувствует, да. Карта какой-то неполноценности, одиночества, недостатка. Ему вас очень не хватает. Ну теперь давайте посмотрим его намерения, действия. Будет ли он что-то в ближайшее время предпринимать для того, чтобы либо как-то проявиться, либо как-то поменять текущее положение, действия. Да, если вы ждали от человека какого-то проявления, то однозначно это проявление в ближайшее время будет, да. У нас здесь и рыцарь свечей, рыцарь жезлов, да, и тройка жезлов, и карта луны. Это говорит о том, что если ваши отношения либо какие-то были мутные, непонятные, статус ваших отношений был непроясненный до сих пор, либо вы тайно встречались, да, это был какой-то адюльтер, или какие-то такие не вполне социально одобряемые связи, то сейчас в ближайшее время человек попытается сделать какой-то решительный шаг именно в будущее, да, и здесь у нас шестерка мечей, и здесь тройка жезлов, для того, чтобы разорвать какой-то порочный круг действий, которые совершенно ни к чему не приводят, да, какое-то топтание на месте. А еще по рыцарю жезлов, конечно, это может выглядеть так, что если он на самом деле человек нерешительный, то он будет как-то пытаться вас провоцировать на то, чтобы вы каким-то образом поменяли ход событий, да, изменили эту ситуацию, да, но в конце концов стратегии же разные люди применяют. Кто-то сам кидается в какие-то активные действия, выступает в качестве инициатора, а кто-то такой вот хороший манипулятор, да, он пытается вас сподвигнуть, спровоцировать, соблазнить на некие действия. Но в любом случае это история, когда какая-то тайная ситуация выходит наружу, опять же у нас здесь такой прекрасный символизм, да, кошмары перед Рождеством, густой мрак перед рассветом, ожидание Рождества, воскресенье, возрождение. В данном случае возрождение ваших отношений, ваших чувств. Если вы этого хотели, то я желаю, чтобы эта ситуация реализовалась как можно скорее, легко и радостно, самым лучшим образом для вас. Да будет так. Давайте с вами для разнообразия еще возьмем три карты Ленарман, про ваши отношения, что вам нужно знать в ближайшее время, может быть, о чем-то порефлексировать, подумать, к чему-то морально подготовиться. Так, ваши отношения с ним. Нужно точно для себя решить, что в этих отношениях важное, нужное, полезное, да, что нужно оставить, от чего нужно избавиться. То есть для себя решить, насколько вам это важно. Вот когда мы с вами обсуждали упражнение про сто желаний, да, смысл не в том, чтобы стать абсолютно независимой, автономной и все делать для себя самой, а именно когда вы эти желания начнете писать, а потом как-то их притворять в жизнь, вы очень хорошо будете фокусироваться именно на своих потребностях. То есть все направлено на то, чтобы очень хорошо и досконально знать себя, чего я хочу. Вот это такая история. Букет, да, вскоре вы получите желаемое. Вам придет вознаграждение, видимо, за долгое какое-то ожидание, за ваше долготерпение, какая-то приятная награда и сюрприз. Ну и может быть это, конечно, от вас потребует определенной включенности, активности, суеты. Может быть не получится так уж просто сидеть, почивать на лаврах. Может быть вы столкнетесь с тем, что ситуация с загаданным человеком вызовет какие-то кривотолки и обсуждения. Может быть вы узнаете какие-то сплетни. Может быть кто-то из ваших знакомых проявится для вас в неожиданном, может быть не очень приятном ключе, да, не очень таком положительном качестве. Но это все будет такой вот щебет вокруг того, что самое главное, то, чего вы так долго хотели, вы в конечном итоге получите. Итак, ну что ж, вот такой сегодня получился нарративный расклад, мои милые, на тему его мысли, чувства и действия. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями, как вам вся эта история, откликается или резонирует. Друзья, я вас очень благодарю за финансовую поддержку канала, за донаты, за лайки, за оформление подписки. Личные расклады можно организовать, если вы мне напишите вконтакте или по почте. Там я расскажу все подробности. Спасибо, что нашли время и были эти несколько минут вместе со мной. Я вас очень люблю и обнимаю. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких сегодня и всегда. И непременно приходите на новый нарративный расклад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова